За время блокады из Ленинграда было эвакуировано больше полутора миллионов человек. От голода за время блокады погибло около 700 тысяч. Военные потери составили почти 470 тысяч. При артиллерийских обстрелах погибли 16 747 мирных жителей. Об этом и многом другом узнали воспитанники Центра внешкольной работы в Центре патриотического воспитания. Там прошла традиционная акция «Блокадный хлеб». Я считаю, что такие вещи, вот такие вот, такого формата, они должны быть. Потому что именно это их учит, ну не только каким-то патриотическим вещам, но и учит их просто жизнь. Воспитанникам Центра внешкольной работы рассказали историю блокады о жертвах, бомбежках, рабочей крестьянской армии, которая защищала горожан. А также затронули тему о простом быте людей, которые жили в то тяжелое время. Но больше всего детям запомнилась история о дороге жизни. Дорога жизни – это дорога, идущая через Ладожское озеро. Зимой, когда лёд замерзал, там была дорога, по которой в Ленинград доставляли продовольство, а обратно верили уже людей, эвакуировали. На акции детям рассказали о животных, которые защищали нашу родину. Шотландский Колли Дик – участник Великой Отечественной войны. Он помогал саперам разминировать бомбы в Ленинграде, Сталинграде и Праге. Главный подвиг Дик совершил в Павловске. Всего собака сумела обнаружить более 12 тысяч вражеских мин. Ещё одной героиней встречи стала Таня Савичева. Ей было 12 лет, когда немцы осадили Ленинград. Почти вся её семья погибла в период блокады с декабря 1941 года по май 1942. Девочка вела дневник в записной книжке. В ней девять заполненных страниц, на шести из которых даты смерти близких людей – матери, бабушки, сестры, брата и двух дядей. Таня, она жила в блокаде Ленинграде, она прожила всю блокаду, она писала дневник свой, у неё умерли все родственники, потом её вывезли в Розамас, а потом в другой город, где она была в госпитале и за ней ухаживала медсестра. В конце акции ребятам раздали свёрстки со 125-граммовыми кусочками хлеба в напоминании о тех страшных днях блокады города на Неве.